PSP одна из самых популярных консолей на нашем канале и, пожалуй, ей стоит уделять больше внимания. К тому же на ней вышло столько увлекательных игр, немалая часть из которых остались эксклюзивами на платформе. В сегодняшнем выпуске предлагаю ознакомиться с очередной подборкой из пяти игр разных жанров, и я уверен, что от из этого наверняка вам понравится. Если любите эту консоль и считаете, что выпусков они на канале должно быть больше, прожмите лайк под этим видео. Ну а мы начинаем. ПОДПИШИСЬ! Как геймер и любитель разных ретро-консолей, хочу посоветовать канал X-Joyce. На нем выходят различные интересные видосы по ретро-играм и приставкам Dendy, Sega, PlayStation и многое другое. Распаковки, обзоры коллекций игр, а также видосы по закупкам прочего игрового стаффа. На канале скопилось уже немало видео, вам будет что посмотреть, ведь автор делает свое дело с душой. Переходите и подписывайтесь, ссылка на канал будет в описании. Передавайте ему от меня привет. Поклонники Звездных войн наверняка ждали появления новых игр на портативке от Sony. И не зря. На PSP немало захватывающих игр по этой вселенной. И сегодня мы обратим внимание на одну из них. Renegade Squadron. Эксклюзив от серии Battlefront. И, насколько мне известно, она стала первой игрой, где позволено принарядить персонажа так, как душа пожелает. Хотя в целом она превосходит своего предшественника, портативную вариацию Battlefront 2. Все же нашлись люди, ругавшие игру свое время за короткую сюжетную кампанию и недостаточно проработанные элементы геймплея. Я считаю, что подобные жалобы не совсем оправданы. По крайней мере, потому что Battlefront серия всегда была с упором на онлайн. И как раз эта составляющая в данном случае развита по полной. Несколько режимов, возможность играть до 16 человек на одной карте по Wi-Fi. Для PSP-шки это очень мощно. Жаль только, что сейчас замутить нечто подобное будет совсем непросто. Последние модели консолей вообще не имеют Wi-Fi, но разработчики игры в этом не виноваты. Однако сингловая часть, хоть и достаточно короткая, пытается вобрать в себя лучшее, что есть у Renegade Squadron. Миссии достаточно разнообразные, поэтому место действия постоянно меняется. Воюем то на земле, то в открытом космосе. И как вы уже понимаете, задачи тоже постоянно меняются. Захвати командные пункты, уничтожь ключевые корабли противника, помоги своим сослуживцам отбиться от вражеского огня и многое другое. Это война, придется нелегко. Но все же Renegade Squadron проста в освоении. Она наверняка понравится также и не фанатам Звездных Войн. В ней просто и приятно, интересно побегать по локациям и выполнять разного рода миссии, поскольку, как экшен игра, она справляется со своей задачей на все 100%. Я очень жалею, что тогда, в середине 2000-х, у меня не было ни PSP, ни PlayStation 2. Помню, как заголовки статей в игровых журналах пестрили информацию о том, что новые игры по Человеку-пауку станут лучшими, чем когда-либо, что появится ранее невиданная свобода в городе и куча новых приемов и ударов, что возведет боевую систему на совершенно новый уровень. Что ж, тогда я мог опираться лишь на свою версию с первой PlayStation и воображал, какой прекрасной станет эта игра. И за временем благополучно вообще забыл об этом. Теперь же, смотря на нее с учетом обретенного опыта, могу сказать, что правда оказалась где-то посередине. Игры сделали шаг вперед, но на тот момент еще не произвели обещанную революцию в целой серии. Да и потом, как оказалось, Пауку не обязательно иметь всю эту пресловутую свободу в городе. В играх от Binox он абсолютно безжизненный и пустой, а глядя на Spider-Man 2, понимая, что его собирали из скелета, использовавшегося еще во времена NevaSoft. Я не удивлюсь, что здесь используется тот же движок, просто графика улучшенная. Игра все так же леднейна и катсцены на движке лишь вводят нас в курс дела, что случилось и что делать дальше. Так разговоры с персонажами плавно перетекают в погоню и битвы с боссами. Такой прием уже использовался ранее, думаю многие вспомнят. Ну и все остальное, что должно быть в образцовой консольной игре про супергероя. Бесконечные драги с противниками, использование суперударов, ну и все паучьи штуки, как же без них в Spider-Man. Для себя я обнаружил, что эта забытая часть сочетает в себе элементы новых игр про паука. Более просторные локации, достойная графика по меркам PSP уж тем более, вкупе с проверенной формулой прекрасного геймплея, использовавшегося еще в Spider-Man 2000 года. Spider-Man 2 прекрасный повод достать портативку и шкаф, и погрузиться в увлекательные приключения еще раз. Рэдчет и Кланг успели наделать немало шума на PS2, став настоящим сериалом. Со временем появились новые части игр и на PSP. Отдельно от основной эпопеи можно выделить игру с Клангом в главной роли. Ранее он был нам известен лишь как маленький помощник на плече Рэдчета, теперь же он герой всей истории. Наш друг попал в беду, и теперь предстоит вызволить его из тюрьмы. Агент Кланг входит в образ Джеймса Бонда, и отсылки к Агенту 007 будут встречаться нам постоянно. Сама игра выполнена в жанре приключенческий платформер, и большую роль играют здесь такие элементы игрового процесса, как головоломки и мини-игры. Чтобы пробраться через ловушки до заветного места и остаться незамеченным лазером, предстоит исполнять серьезный ритм секции кнопками на консоли. Далее Кланг уже сам сделает всю работу, от нас требуется лишь хорошая реакция и терпение. Головоломки тоже иногда встречаются, и они довольно сложные, придется потратить на их решение какое-то время. В остальном это платформер, разбавленный экшеном, как и заведено в Рэдчет и Кланг. Здесь почерк авторов узнается практически сразу. Его формула проста до безобразия, но при этом получается очень увлекательное занятие за приставкой для геймера, что целые часы за игрой пролетают незаметно. Она понравится не только детям, но и взрослым, за счет того, что герой постоянно использует разные гаджеты, без которых немыслимое ни одно задание настоящего спецагента. Как быстро вы пройдете ее целиком, зависит только от вашего терпения и усидчивости. Благо нам подкидывают постоянно все новые задачи, поэтому заскучать не выйдет. Рекомендую всем любителям эксклюзивов PlayStation, тем более тем, кто не может пройти мимо адвенчур. Сейчас такие игры делают крайне редко, а жаль. Серия Call of Duty в свое время обрела настолько большую популярность, что потеснила все остальные игры про вторую мировую, заставив своих конкурентов подражать только лишь ей. Такое лидерство привело к окончательному падению родоначальника Medal of Honor. Само собой, амбиции Activision не позволят пропустить новую карманную платформу, где есть потенциальные игроки, жаждущие новых баталий, и потому разработка специальной версии стала очевидным шагом. Компании, взявшейся за этот проект, пришлось разработать собственный движок, с учетом специфики управления димстиком, а также необходимостью упростить общие геймплейные процессы. Все же управлять персонажем, наблюдая за всем происходящим на маленьком экране, несколько сложнее, чем на большом экране телевизора, тем более, когда у тебя есть только один стик и два шифта, так что автоприцел тут очень спасает. Вообще, весь геймплей сделан тут чуточку проще, благодаря чему игра только притягивает к себе, ведь разнообразие оружия велико, сюжетных миссий немало, нет ощущения, что сделано тут все на скорую руку, лишь бы побыстрее выбросить полусырой продукт на рынок с уверенностью, что ее все равно купят, серия-то культовая. Все недостатки удалось скрыть за хорошо поставленными сражениями. Вокруг нас постоянно что-то взрывается, враг вызывает подкрепление с воздуха, атмосфера войны передана превосходно. И за всем этим экшеном не замечаешь, что карта ведь несколько пустовата в сравнении с играми на больших консолях, и чаще всего прямые стычки проходят лишь с двумя-тремя солдатами одновременно. Но поверьте мне на слово, когда погружаешься в игру целиком, всего этого просто не видишь, а только сосредотачиваешься на конкретных задачах, наслаждаясь игровым процессом. А что еще нужно? Пример того, как надо делать шутер про вторую мировую, тем более в условиях ограниченных возможностей железо-портативной платформы. Если вы еще не играли в нее, то обязательно стоит заценить. OutRun серия долгожителей от Sega, сейчас ей уже 23 года, и за это время вышло немало хороших частей. PlayStation Portable версия OutRun 2006 Coast to Coast ничем не отличается от PS2, что стало огромным достижением. Перед нами отполированный аркадный игровой процесс с частотой 60 кадров, в основе которого заложены принципы оригинального OutRun. Режимов игры несколько, среди гонок с конкурентами есть также заезды, где требуется выполнять просьбы девушек. Обычный гоночный режим также присутствует, как и мультиплеер. Также радует большой выбор автомобилей, тут их порядка 15. Есть стимул попробовать каждую тачку и выбрать для себя самую любимую. Все, о чем нам нужно беспокоиться, это следить за временем и за качеством вождения, как и в классических играх серии. И каждый раз фантазия девушки подкидывает нам все новые и новые задачи. Иной раз удивляешься, кто вообще придумал собирать предметы на трассах, еще стараться сохранить хорошую скорость, не врезавшись куда-нибудь. Но не все так просто, и со временем ты это понимаешь, когда провел за утро не один день. Вкупе с приятной визуальной составляющей, эта аркадная гонка станет хорошим открытием для тех, кто частенько играет на PSP и не знает уже во что сыграть интересного из гонок, которые подкинули бы новые челленджи. Тут их предостаточно, попробуйте. Такой вышла подборка игр для PSP и снова я постарался выбрать игры разных жанров, чтобы каждый из моих подписчиков подобрал что-то по своему вкусу. Поделитесь в комментариях, во что из подборки вам самим захотелось поиграть, а также посоветуйте, какие еще игры взять для будущих подборок. Ваши комментарии помогают мне делать видео лучше и полезнее для вас. Сделайте кнопку лайка под видео синий, так я увижу, что выпуск вам понравился. А если здесь впервые, то жмакните еще и в колокольчик, чтобы не пропускать будущие выпуски по разным видеоиграм. Скоро будет новая история, увидимся уже скоро, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok